Владение коньком, все так же на нуле. Как ты, блин, катаешься, интересно мне. Где же артистизм? Где он у тебя? Как тебе помочь? Спрашиваю я. Так, ну давайте вкратце совсем подведем итоги. Произвольная программа в соревновании пар. Ну вот, венгерская пара Юлия Щетинина, Марка Магьяр. Снова чувствуется потенциал с точки зрения материала. Ребята хорошие, но все пока вот сыровато и как-то вот на соплях. Не туда, не сюда. Даже и презентация в целом оставляет желать лучшего. А как материал, как какие-то отдельные элементы, вот это очень даже неплохо и многообещающе. Единственное, вот как-то надо все это доработать и отшлифовать. А вот сами парные элементы, весь потенциал в этом, все очень здорово. Итальянская пара, вот эта Ребекка Желарди, Филипп Амбразини, я их вспомнил где-то в начале сезона, видел, насколько же это бездарная постановка в произвольной программе на такую потрясающую музыку. На такую музыку, на припев к этой песне можно делать просто потрясающие хореографические дорожки и дорожки шагов, особенно для тех фигуристов, которые умеют кататься, у которых есть и владение коньком, и даже владение вот это льдом, когда полностью площадку занимают, пару шагов сделают, уже летят, уже чудовищная инерция. Вот для таких фигуристов вот эта музыка, это будет просто грандиозно, это как расплюнуть, можно здесь поставить просто потрясающие хореографические дорожки под вот эту потрясающую композицию. А здесь просто вот как вот, ну, просто испоганили, взяли, испоганили вот это произведение таким, такой омерзительной постановкой и слабым исполнением. Карина Сафина, Лука Берлава, ну, к сожалению, музыкальная композиция, которая была выбрана, она два раза сегодня звучала. Ну, и именно, что касается Карины Луки, пришлось просто выключить звук, а с выключенным звуком, ну, как-то совсем ничего не смотрелось. Когда звук включил, мелодия поменялась, но уже была концовка программы, поэтому толком не удалось посмотреть, но это, конечно, омерзение. Это какая-то мразь блеет, это говно назвать музыкой, это каким надо быть поехавшим, чтобы вот это дерьмо брать в качестве музыкального сопровождения. Под болеющего урода, это, ну, это, ну, это невозможно. Это просто болевотина. Ну, если нихрена нету вкуса, зачем мучить зрителей? Ну, отвратительно просто. Саша Бойкова, Дима Козловский, ну, сегодня что-то не получилось, не задалось совсем. Опять вот то же самое, что и на контрольных прокатах, что на этапах гран-при. То есть, казалось бы, вроде бы все чисто, ну, там то, что Дима на каскаде, там, это ерунда. В целом все было чисто, но не смотрелось, не было вот этой магии, которая была вот впервые появилась на чемпионате России. Будто бы программа зажглась, ожила, и как она смотрелась там. Ну, до этого не было ничего подобного. И вот сейчас, после чемпионата России, первое исполнение, и снова вот как-то вернулись к тому, с чего начинали. Особенно концовка прям очень медленно шла, вращение, это как-то долго все это делалось. То есть, именно программа тянулась, не было такого, что это на одном дыхании смотрелось. Сегодня, ну, вот как-то не в той, не в подходящей волне, что ли, были. Не было той гармонии, одного потока, как это было на чемпионате России. А в остальном, очень уверенно, исполнение элементов, выбросы радуют. В целом все здорово, но вот сегодня не зажглась программа. Почему-то вот что-то не то. Ну, и у нас остается Женя Тарасова, Вова Морозов. И здесь такое дело, ну, про так называемую музыку уже поговорили, если отбросить это все в сторону. Ну, с одной стороны, конечно, лирика всегда это, ну, такое довольно простое решение, потому что взять даже те же всякие шоу-голосы, даже без голоса кто-нибудь придет, но споет грустную песню, найдется какая-нибудь бабка или тетка, которая расплачется от этого, как он проникновенно пел, ни в одну ноту не попал, ничего не было, но вот трогательно это было. То есть лирика это всегда такое нечто выигрышное, ее проще всего делать, особенно когда вот в таком стиле все, где даже эмоции не показывают, просто с каменными лицами катают, какими-то там, иногда рот там откроют, глаза выпучат, и вот вроде бы лирика, да. И сегодня в данном случае, ну, бывает еще и исполнение хороших именно самих элементов, если говорить про элементы, прочее, про сам стиль катания. И вот у этой пары сегодня, ну, божественное было исполнение в целом элементов, качество на них, сам стиль катания, вот это вот мастерство, грандиозность, в этом все было. Но проблема в том, что вот это вот такой пустой пузырь как будто бы, души там нету, это вот странное дело, это какая-то вот бутафория, как яблоко из воска. То есть, вроде бы все вот гармонично, все мастерски, грандиозно, а заглядываешь внутрь, а там ничего нет, там пустота. То есть, этому даже не то, чтобы не веришь, а просто происходящее настолько вот одновременно грандиозно, но при этом уныло, нету того, чтобы именно душу затрагивало. Вот бывают прокаты лирические, которые вот, от которых расплакаться даже хочется, настолько это было вот душевно и трогательно. А здесь будто бы вот все именно искусственно, как вот реально бутафория в этом проблеме. А все вот именно качество исполнения, все это вот грандиозно, мастерски, но не чувствуется настоящего. Там вот именно опять вот привкус какого-то такого прокисшего вина, что-то такого. И вот эта искусственность плюс омерзительное музыкальное сопровождение, это единственное, пожалуй, что испортило впечатление от этого проката. Ну, а в остальном все элементы вот именно катания, ну, конечно, здорово. Буду повторять я день за днем, у тебя плохое владение танком.